когда человек говорит допустим слова которые очень часто советуют произносить допустим те эзотерики которые себя называют такими словами они говорят если человек начинает очень долго думать о чем-то то это у него обязательно исполняется это первая ложь которую вы можете услышать этого не бывает так как о чем бы вы не думали и многократно это произносите допустим я человек больной хожу с бедром который у меня скрипит болит и там у меня артроз и все время произношу у меня здоровое бедро у меня здоровое бедро ну скажите это же ложь она же у меня не здоровая так как если бы она у меня была здоровая она бы у меня не болела она у меня болит в вас болел когда-нибудь зуб вот когда у вас заболит зуб начните говорить у меня не болит зуб у меня не болит зуб мой зуб здоров он абсолютно у меня не болит так вот после этого вообще с ума сойдете почему потому что вы будете обострять внимание на то что у вас эта боль есть и она вас будет донимать больше почему вы будете на нее медитировать и каждый раз будете обострять внимание заострять свое внимание именно на этом именно поэтому когда человек говорит себе при больном бедре он говорит моё бедро здоровое, оно совершенно здоровое, совершенно не болит, я теперь здоровое, то это называется ложью. Наше подсознание фиксирует ложь, вы представляете? И там, где есть ложь, обычно появляется депрессия. Поэтому те люди, которые начинают практиковать такие методы, обманывая сами себя, в дальнейшем испытывают состояние дичайшей просто депрессии. Почему? Я не знаю, каким образом это формируется, но когда человек себя обманывает просто так, или обманывает принудительно, специально, у него в дальнейшем появляется депрессия, это ещё что такое? Ощущение тупика, это когда человек во что-то уперся, и дальше хода нет. Почему? Я как бы размышляю с позиции Бога, я говорю божественным таким, наверное, как бы я, если бы я был Бога, чего, к сожалению, или к радости никогда не произойдёт, то это выглядело бы так. Так, зачем тебе давать здоровое бедро, если ты считаешь, что оно у тебя здоровое? Ведь ты же говоришь, оно у меня здоровое. То есть если бы можно было определить, ой, вот человек, у него больное бедро, может, ему помочь? Нет, зачем ему помогать? Он ходит и бубнит, у меня бедро здоровое, у меня бедро здоровое. Точно так же с имуществом, знаете, там, представь, у тебя яхта, у меня яхта, у меня яхта, тогда зачем тебе давать яхту, если ты веришь, что оно у тебя есть? Это самоуспокоение тогда получается. Тогда подсознание, оно будет понимать, что эта яхта есть. Тогда зачем стремиться к тому, чтобы эта яхта появилась, если она уже есть? Тогда зачем ее давать человеку? Тогда как же это работает? Оно правда работает, но здесь есть слова. Эти слова такие. Скоро у меня будет яхта. Это я создал цифру один, и после этого я это создал в виде веры. Почему? Как это произойдет, неважно. Я верю в Бога, и скорее всего, теперь это его проблема. И после этого на протяжении дня я стараюсь всеми силами не обращать внимания на то, что это было или это меня беспокоило. Почему? Ощущение игнорирования и ощущение необращения на это внимания обозначает цифру ноль. Таким образом, почему? Дело в том, что люди, к сожалению, это обвинения такие человечеству, чего я делать не хочу, люди идеальны, конечно. Просто они созданы по образу и подобию Божьему. Тем не менее, люди, они так запутались в своем человеческом ресурсе, что они считают, что они все знают, они считают, что они все могут, они считают, что они ко всему могут прийти, и они забывают, что с испокон века существовало такое понятие, которое называлось вера. Каким образом формируется вера? Допустим, человек говорит, я хочу отомстить этому человеку, или говорит, я заберу у этого человека. А после этого элемент веры звучит так. Есть Бог, пускай Бог решает, как должно быть. Таким образом, человек переносит со своих плеч тяжесть своей жизни на плечи божественной энергии. Божественная энергия – это вентилятор, который притягивает людей, которые возлагают надежду на эту энергию. Не нужно наказывать обидчиков, не нужно воспитывать детей сильно, не нужно словами «скоро», допустим, человек просыпается утром, говорит, мне нечем заплатить за квартиру. Он говорит, ну ничего, скоро я заплачу за квартиру. Мозг в этот момент начинает кричать, ты что, идиот, как же ты можешь заплатить за квартиру? И в этот момент человек возлагает надежды и включает веру. Он говорит, я не знаю. И после этого не просит. Почему? С чего это люди решили, что эта энергия, она может по просьбе что-то для человека делать? Вы должны понять, божественная энергия – это закон. Это закон, аксиома, это элемент закона. Когда человек решает математическую формулу сложную, то он применяет в ходе решения определенные законы. Они существуют. Бог – это закон. Когда человек возлагает надежду, то он возлагает надежду на неписанный закон. И тогда этот закон с ним работает. Это как у бандитов, знаете. Они закону не доверяют, и закон игнорируют. Их за это наказывают. А возможно, их никто не обучал знать этот закон. Но это же не лишило их, или их все равно наказали, они все равно ответственность получили. Точно так же и здесь. Существует определенный закон. Этот закон заключается в том, что человек должен верить. Допустим, человек относится ко мне плохо. Вот у меня сегодня такая ситуация в жизни была. Я увидел, как человек относится ко мне плохо. Ну, в очередной раз, знаете. Но при этом я этому человеку никогда ничего не скажу. Никогда никто не узнает. Я просто это увидел. При этом из-за того, что это произошло, мне хотелось сказать этому человеку. Но я помню о том, что путь духовный, он сложный. Он не может быть легким. Почему? Потому что вот такой путь игнорирования или путь вот такой внутренней адвайты, он чрезвычайно сложен. Почему? Потому что быть добрым может каждый. Потому что каждому свойственно быть добрым. А вот не проявлять зла или не делать зла добрым людям, это очень сложный путь. Очень сложно не нахамить. Очень сложно не наругаться. Очень сложно не критиковать. Очень сложно не воспитывать. Очень сложно не навязывать свои идеи другим людям. Все это очень сложно сделать. И это есть высокодуховный путь, вы представляете? Конечно же, когда человек начинает или выбирает такой путь, вот как я это сделал, Мне хотелось сказать, но выбирая высокодуховный путь, я этого не скажу. Почему? Есть божественная энергия, я возлагаю на нее надежды. Пусть она решает все в моей жизни, пусть она решает, нужен этот человек, не нужен этот человек. Точно так же я и живу. Когда у меня появляется что-то или что-то возникает в моей жизни, то это возникает таким образом. Это возникает от того, что я периодически говорю, скоро у меня будет это, или скоро у меня получится это, или скоро я выздоровлю. Но на протяжении дня я стараюсь об этом больше не думать. Почему? Это правило десяти или правило единицы и ноля. В тот момент, когда ты начинаешь думать об этом, это у тебя не исполнится. А в тот момент, когда ты игнорируешь и переключаешься, в этот момент исполняется. Вы понимаете? В этот момент исполняется. Люди говорят, люди так далеко ушли от Бога, что когда они воспитывают своих детей, то эти дети, они могут быть неподдерживаемыми родителями своими. И человек начинает ругаться на ребенка, обижаться на ребенка, обижаться на мужа. Не стоит этого делать. В этом случае вера может помочь. В этом случае нужно сказать, мне эта энергия поможет справиться с этим всем. Скоро все получится. Этой энергии виднее. Когда это все перекладывается на плечи этой энергии, человек становится ближе к Богу. Люди хотят паранормальных способностей. Друзья мои, вот таким путем очень легко прийти к любым паранормальным способностям. Конечно же, когда человек начинает молиться, во что-то верит и так далее, я не считаю, что это может привести его к доброте. Объясню почему. Ну как-то 2000 лет, и за 2000 лет, как было, так все и происходит. Знаете, 2000 лет огромное количество людей молятся, 2000 лет огромное количество людей без конца там обучаются, 2000 лет люди развиваются, цивилизация каким-то образом изменяется. Но никто не истребил злость, никто не истребил критику, никто не истребил ненависть, знаете, никто не истребил эти все качества. Тогда можно ли сказать, что это борьба добра со злом? Нет. Это в добре появляющееся зло. Оно появляется в каждом человеке. И человек вправе просто проявить его, потому что его научило человечество. Или игнорировать, что будет путем, который будет ближе к божественной энергии. Когда человек начинает изучать эзотерику, то он начинает прикасаться к тому, что называется магия. А это еще что такое? Когда человек прикасается к эзотерике, и у него исполняется это мгновенно, это в дальнейшем говорит ему о том, что он близок к той энергии, которая называется Бог. Когда человек говорит, я сам это сделаю, я сам смогу, я сам умный, я сам решу, то тогда он сам не решит, почему мы слишком мелки для того, чтобы быть такими сильными. А когда человек говорит, ну ничего страшного, у меня все равно получится, а кто тебе поможет, неважно, у меня есть более могущественные друзья. Пусть эта энергия решит. Это называется вера, надежда. Правильно. Конечно же, хочется сказать о любви еще немножко, да. Итак, вернемся все-таки к тому, что дает школа. Первые три ступени человек знакомится с тем, что такое энергия. Каким образом он может исполнить свое желание. И что происходит, когда человек прикасается в моей школе к эзотерике. И как же вообще она возникла. Ну, так много всего хочется сказать. Первое, наверное, я должен рассказать, как появились коды, которые я даю на первой ступени. В свое время моя дочь Маша, находясь со мной в Египте, это первая девочка, мой ребенок Софии. И когда мы были вместе, отдыхали в Египте, у Маши поднялась температура. И когда я носил Машу на руках, она плакала в этот момент, то я начал слышать шум, который выглядел как определенное непонятное дыхание. Оно выглядело так, как будто это дыхание не принадлежит Маше. Это выглядело как ксы-дза. То есть на вдохе ксы происходил звук такой, а на выдохе – дза. Я даже несколько раз оставлял Машу, выходил в другую комнату и не слышал этого звука. Но как только я к ней подсаживался, я начинал вновь слышать этот звук. Потом, когда ей дали ибупрофен, она через несколько минут пришла в норму. И утром, ночью спала, я утром к ней пришел, я слышал уже другой звук. Этот звук выглядел по-другому. Или звучал по-другому. Оба звука я этих записал. После этого на следующий день я гулял с Аней, уже со второй дочерью. Ее в кенгуру вот так привязал. И мы гуляли по Сахалхашишу, это город в Египте. Это была зима. И я с ней вечером гулял. Решил попрактиковать тот звук, который я услышал, когда у Маши была температура. И начал этот звук произносить. И в этот момент у меня поднялась температура. То есть на фоне абсолютно ровного состояния здоровья у меня начала подниматься температура. В этот момент я почувствовал себя плохо. Эта температура длилась 2-3 часа. После этого я начал обращать внимание на такие звуки. Чем больше я начинал обращать внимание на такие звуки, тем больше этих звуков в моей жизни появлялось. Я таким образом начал определять звуки, когда человек счастлив от того, что он женится. Звуки от того, что женщина нравится другому мужчине. Звуки от того, что человеку нравится получать деньги. Звуки, которые возникают, когда человек рассчитывается. Звуки, которые возникают после парикмахерской, при закапывании глаз, если человеку помочь с глаукомой, при отеке носа, при болезни ноги. Вы представляете, я это начал записывать. У меня даже есть такая тетрадка, она называется «Зеленая тетрадь». На ней написано «Счастливчик». И там огромное количество звуков, это звуки моего наблюдения. Конечно же, когда я начал транслировать такие звуки в людей, которых я знаю, или которые живут рядом со мной, то я начал видеть то, что, допустим, звуки болезни, транслируя в другого человека, вызывали эту болезнь на протяжении 5-6 часов, даже если человек этого совершенно не хотел. Можно ли сказать, что эта система страшная? Наверное, человек, которому дают эту систему, должен, скорее всего, нести ответственность и не рассказывать о ней правильно. Тем не менее, я постарался из этого всего вычленить те звуки, которые делают человека богатым, допустим, или молодым, или красивым, или умным, или есть звуки по заболеваниям, от глаукомы, от катаракты. Таким образом, появилось около нескольких тысяч вот этих звуков. Эти звуки я начинаю давать человеку и объясняю, каким образом их использовать для себя, чтобы в дальнейшем человек начинал пользоваться самой настоящей магией. Как это работает? Я думаю, что это связано с вот этими словами, которые были написаны в Библии. И сначала было слово, то есть сначала появились какие-то звуки. И, наверное, после этого появилось все остальное. А, наверное, я как оператор, скорее всего, начал слышать вот эти слова, которыми или божественная энергия, или какие-то энергии управляют в социуме людьми, чувствами и так далее. Конечно же, после этого длительный период времени был, когда я это все формировал и пытался это все отработать и применить. Итог. Великолепное здоровье. Сегодня пришла Ольга Павловна, она меня два года не видела. Мне было очень приятно. Она сказала, Андрей Андреевич, вы за два года очень помолодели. Спасибо, Ольга Павловне. Она сейчас смотрит этот вебинар. Невероятное хорошее отношение в семье. Конечно же, потрясающее материальное благополучие. Конечно же, знаете, что самое приятное? Если я раньше, когда-то шел, будучи молодым, шел очень больным, болели руки, ноги, тошнило. Там с какого-то бодуна ехал в Москву на маршрутке в 6 утра. На улице было холодно, с пробитой обувью. Считал себя самым умным, а всех вокруг идиотами. При этом повторял себе, начитавшись книги Луизы Хэй о том, что я умен, я богат, я красив и здоров. Знаете, это мне никак не помогало. Сейчас я это чувствую, я это знаю, мне даже нет необходимости это произносить. Вы представляете, почему? Я ощущаю себя так. И умным, и красивым, и богатым, и здоровым. Но только меня это, как раньше, уже совершенно не беспокоит. Понимаете, почему? Это все дается в виде вот такого элемента веры. Очень часто ученики школы задают мне такой вопрос. Андрей Андреевич, а можно ли человеку, который обучается в школе, к чему-то прийти? Объяснение мое звучит так. Не нужно искать магии, стоит искать счастье. Это знаете, как такие тупики некоторых людей. Одни из людей, они говорят так. Андрей Андреевич, нам нужно денег. Я всегда говорю такие слова. Не нужно мечтать о деньгах, нужно мечтать о том, что вы на них можете купить. А сами по себе деньги, о них мечтать не нужно. Мечтайте о том, что нужно купить. А для чего деньги? Деньги нужно положить в очаг. Это некая коробка или сейф, или еще что-то. Эти деньги будут очагом вашей совместной жизни, или очагом вашей семьи, или очагом. То есть деньги нужны для очага, а для жизни нужно понимание того, на что вы эти деньги сможете в дальнейшем реализовать. При этом часто думать об этом не стоит. Почему? Вы же ставите единицы. Человеку нужно один раз сказать, скоро у меня это будет. После этого на протяжении дня не думать об этом вообще. А если и думается, то отвлекаться на 100%, тогда сбудется. В этом и есть самая ценная информация, наверное, человека, который начинает только заниматься эзотерикой. На что похожа эзотерика? Человек сначала... Вы представляете, можно вот так взять фотографию и после этого щелчком пальца убрать у человека алкогольный алкоголизм. Огромное количество людей у меня это заказывали и заказывают, и скорее всего в будущем будут заказывать. Сейчас вот лежат вот здесь фотографии чьих-то детей, знаете, с которыми я работаю. Обычный человек, который начинает работать, ему необходимо очень длительное время влиять, что-то просить и так далее. Я лечу от алкоголизма, и это происходит вот так. И после этого человек не пьет. Скажите, откуда у меня такая энергетическая сила? Скажите, откуда у меня появилась такая энергетическая сила? Теперь концептуал. Но если человек, и у него так хорошо это получается делать, а это действительно так, потому что очень, ну просто сотни человек заказывали у меня это, и я это сделал. Почему у меня получается там сделать... Кто был на морских курсах, когда я выложил большое количество людей в ряд и всем исправил позвоночник? Кто-то был на морском курсе? У тебя после этого хоть раз болел позвоночник? Вот почему ко мне приходит... А, ты была у меня с... А, ты же приходила ко мне. Вот у тебя очень болела рука. Скажи, сколько потребовалось мне секунд, чтобы убрать у тебя боль? Минута 30 секунд. То есть за 30 секунд можно убрать... А сильно болела? Ой, слезы тепли. Вот сидит живой человек. Как такой человек, как я, может это делать? Объясните. Посмотрите на меня. Я обычный, лысый, неудачник. Понимаете? Понимаете, как такое может сделать человек? Я вам хочу сказать. Дело в том, что я впервые вообще за все существование человечества, конечно, имени меня в честь меня, решил дать людям невероятные по своему качеству и мощи идеи. Эти идеи, они очень ярко работают. Мне, как врачу, то, что я умею делать, непонятно. Они мне непонятны. Конечно, хочется задать вопрос. Почему Дуйко рассказал о зеленой нитке, которую нужно обмотать вокруг живота и носить там 38 узелков? Она помогает спасти спину. Вы представляете, для меня, для человека, который понимает в медицине, и который знает, что такое антибиотики, говорить о том, что нужно зеленой ниткой обмотаться, это маразм. Мое сознание иногда расстраивается, оно даже не раздваивается. Но почему-то же я это начал говорить. Вы представляете, почему? Никогда не задумывались, что кто-то может сказал. Вы представляете, кто-то же мог сказать. Я, конечно, чем ближе человек становится к Богу, а что помогло мне быть ближе к Богу? Я могу сказать. Это возможность безразличия к злу. Это полное, тотальное игнорирование зла. Второе, это надежда на Бога. Вы представляете, это тотальная надежда на то, что Бог поможет. Это тотальная вера, которую я не мусолю целый день. Потому что если бы я мусолил, это было бы признаками моего недоверия. То есть я таким бы образом не доверял. И после этого, как Андрей Андреевич мог предсказать мое замужество? Как у него так получается? Вот фыркнул, топнул, плюнул, и все произошло. Но дело в том, что это связано как раз с тем, что человек может двигаться по направлению к Богу. Я вообще хочу вам сказать, Бог – это большой магнит. И чем больше человек возлагает на его плечи своих надежд и желаний, тем ближе он к нему становится.